В рамках нашего проекта «Прошли настоящие купцов и предпринимателей» у нас сегодня в гостях человек, который представит свою книгу про историю семьи Ёкиш. Большая просьба, мы сначала слушаем автора, вопросы готовим и по завершении презентации все вопросы задаем. Договорились. Спасибо. Вам слово. Спасибо большое. Я хочу начать с благодарности в своих выступлениях. Во-первых, огромное спасибо библиотеке Некрасова и отделу краеведения за то, что пригласили, дали такую возможность представить свою книгу. Спасибо вам, что вы пришли. И еще я хочу также поблагодарить музей замечательный в Москве, музей меценатов, предпринимателей, меценатов и благотворителей, который как раз по теме нашей сегодняшней встречи. У нас проходят встречи в рамках такой рубрики «Прошли настоящие купцов и предпринимателей» и в музее предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. Очень интересная экспозиция по этой теме. И те, кто там не был, я вам очень советую там побывать. Это улица Донская, дом 9, ближайшая метро, станция Октябрьская. Там есть также библиотека в этом музее по теме «История меценатов и предпринимателей российских». И книжки, которые выходят новые по этой теме, там можно купить. В том числе есть там и моя книга. Я говорю для тех, кто нашу трансляцию видит уже в интернете и не смог прийти сегодня, вот книгу можно найти в этом музее. Но переходим мы к рассказу о книге. Она называется «Не без пользы для России. История и география семьи Мануфактурия Йоркиш. Германия, Москва, Михалкова». Почему называется «Не без пользы для России» я чуть позже скажу. А почему «История и география семьи Мануфактурия Йоркиш». Потому что очень интересна не только история этой семьи предпринимательской, но и география. Поскольку не случайно под заголовки идет Германия, Москва и Михалкова. Основатель династии и основатель мануфактуры Йоркиш, он приехал в Россию из Германии. Вот его картрет так. А почему у нас не идет код? Идет презентация. Значит, основатель династии это такой Василий Иванович Йоркиш. Или при рождении он получил имя Бельгейм Август. Был потомственным, почетным гражданином и купцем первой гильзии. Расскажу я о том, по каким источникам была написана книга. Но, во-первых, с чего все началось? Началось все с семейных историй. Поскольку этот Вильгейм Август-Йоркиш приходится мне прапрапрадедом. Потом в конце я буду рассказывать о генеалогии семьи. И вы дерево генеалогическое увидите. И, конечно, я слышала рассказы о своей бабушке. Это по материальной линии предки наши. И хотелось узнать подробнее. После этого, чтобы собрать какую-то информацию, уже пришлось обращаться в библиотеку. Очень интересны в этом отношении адресные книги «Вся Москва», которые есть в библиотеках за много-много лет. И если фамилия «Москва» редкая, такая как «Вёкиш», то можно найти адреса всех представителей семьи. Но даже если не такая редкая, все равно там очень подробно про всех жителей Москвы рассказывается. Готов следующий источник информации, незаменимый, это газетная публикация. Тоже я просматривала газетную публикации за много-много лет. И там можно найти очень богатую информацию. Можно найти некрологию. Если человек занимал какое-то положение в обществе, то о нем обязательно, когда он умирал, публиковался некролог. Чем полезен некролог? Там указывались члены семьи, которые были живы на тот момент, когда умирал представитель. И, что важно, написано, в какой церкви его отпевали и где он был похоронен. И таким образом можно найти могилу предка своего, если, например, вы не знаете, где он был похоронен. Это у вас газета публикации где-то есть. Ну, затем я обратилась, конечно, к архивным документам. Основной источник этой информации, это тогда он назывался Центральный исторический архив Москвы. Сейчас его именовали Центральный государственный архив Москвы. Очень много там можно найти интересных документов. Там есть метрические книги церквей. Ну, и если речь идет о фабрике, то различные другие форды. Потом много опубликованных было материалов, поскольку фабрика Йогиша, о которой я скажу чуть позже, она была в России очень известна, то она принимала участие во всех выставках, всероссийских и международных. И в отчетах и выставках можно найти информацию. Кроме того, регулярно проводились проверки фабрики с санитарными инспекторами, чтобы установить состояние. Эти все отчеты тоже опубликовались. Ну, и другие материалы, в частности, отчеты общества с фондов, фабрикантов, которые в предприятие входило, и так далее. Еще очень интересный источник информации – это воспоминания рабочей фабрики, которая была опубликована к столетию предприятия в 1937 году. Задумайтесь о том, в какой год было опубликовано воспоминание рабочей фабрики. Тем не менее, это очень интересный источник, и рабочие, надо отметить, они достаточно положительно отзывались о своих хозяевах бывших, несмотря на то, что вот такое было тяжелое время, когда все написалось. И тогда еще были живы рабочие, которые застали хозяев, то есть они бы написали по своих живых воспоминаниях. Ну, и, конечно, много приходилось обследовать места, связанные с жизнью семьи, и все места, где находились фабрики. Фотографировали в книжке много фотографий, как древолюционных, много архивных материалов, ну, и есть и современные фотографии всех тех мест, которые связаны с семьей. Книга состоит из пяти основных разделов. Первый — это «Приезд ее киши России» во первую «Московскую страну». Второй большой раздел — «Священ усадьбе Михалкова», потому что с усадьбой Михалкова была связана основная часть жизни семьи. Более 60 лет они там жили. Об усадьбе Михалкове я скажу в презентации. Третий раздел книги — это «Сыконная манфактура Юкиш». Это, конечно, основное было дело всей жизни основателя династии. Четвертая глава рассказывает о членах семьи Юкиш в общественной жизни Москвы и о генеалогии. И последняя глава заключительная рассказывает о некрополе. Это тоже достаточно интересная тема. «Советить все это обоим». Ну вот наш герой Василий Иванович Юкиш или Белье он родился на территории тогда Пруссии в городе Мезерец. Сейчас этот город находится на территории Польши. После Второй мировой войны эта территория вошла в Польшу и город называется Мезерец. А тогда это был Мезерец. И на момент рождения Вильгельма Юкиша в 1080 году он принадлежал к провинции Браненбург. И удалось найти вот такие замечательные открытки. Здесь общий вид города показан. Показана река Обра на берегах, которые столкнут. И центральная часть мы видим ратушу и церковь. Вот эта самая церковь немножко она на заднем плане, да, видите. Вот в этой самой церкви его, по всей видимости, и крестили. Вот видите, как интересно, то есть через столько лет подогласно найти это место. Я покажу. Вот эта карта того времени, Германии, вот город Мезерец находился здесь примерно к востоку от Берлина. Но уже в 1820-е годы, когда Вильгельму исполнилось 10 лет, семья переселилась в Польшу, в район Сбежи, это район Лозинское воеводство. Почему? Потому что семья была с угонов фабрикатов. Отец Вильгельма он был также с угонов фабрикатов. И в 20-е годы правительство Польши очень активно привлекало немецких сухонщиков из Саксонии и Бруссии для того, чтобы поднять собственную сухонную промышленность. И известно, что семья Вильгельма Львиша переселилась в этот город. Но потом, как вы знаете, в 30-е годы, в 1830-е произошло польское восстание с независимостью, и многие сухонщики немецкого происхождения переселились уже в империю в Москву. Вместе с ними переселился Ильвельм. Известно, что он приехал в Россию в 1832-м году. То есть ему на тот момент было полно 21 год. Вот таким молодым человеком он в Москву приехал. Вот это первый архивный документ, где он напоминается, который удалось найти в историческом архиве Москвы. Это документ о принятии им российского подданства. Документ за 17 августа 1839-го года. Написано, что Венгель Юкиш Холост суконных дел мастер русский подданный прибыл в Россию в 1832-м году и объявил желание приписаться к купеческому сословию. Буквально через несколько дней после принятия им российского фона столбон обвенчался со своей будущей женой Анной Ивановной Гарной. Вначале состоялось в центре Москвы, вот в этом самом храме, который, по счастью, сохранился. Храм на спасение славыщая, что на узбекском рашке. Почему они венчались здесь? Потому что Анна и ее родители проживали в приходе, как было написано в документе, в приходе церкви Вознесения в доме господина Макова. Ну, вот написано это, в частности, в этом документе. Это указ о причислении Юкиши жены московского купечства. То есть в 1840-м году его желание приписаться в московское купечество с начала по Третьей Египте исполнилось и их причислили. И чем интересен этот документ, это указ о причислении, на обратной стороне написаны первые словесные портреты. Никаких фотографий того времени не сохранились. Не сохранилось и никаких картин. А вот здесь на обороте написаны приметы его. «Я вам прочитаю поскольку вам не видно, а может быть и видно. Рост росту немалого, лицом бел, глаза серые, волосы светлые, усые, нос продолговатый, рот средственный, подбородок круглый». И также приметы его жены. Ему на тот момент было 29 лет, как здесь написано, а Анне по-моему 20 лет когда они отличались. Вот тот самый участок дом господина Махова он находится современной анализ Брюссов Перелок дом 2. Это просто я сфотографировала те дома, которые сохранились на этом участке современники того времени, когда там жил Лёгис жилой. Это большой участок там сейчас вы наверное там были дома разновременной постройки. Вот именно этот участок на 1740 год приближал господину Махову. Но в 1838 году уже была основана фабрика Михалкова. Михалкова показана на этой карте. Сейчас северный административный обор Москвы, а тогда это было ближайшее под Москву, я находилась Михалкова в 8 верстах от Москвы и можно увидеть как это выглядит по современной карте. Йогиш когда приехал в Москву он не сразу основал собственное предприятие, первые годы работал красивым мастером, поступил красивым мастером на фабрику купцов врачом врачом, которые как раз Михалкова располагалась. Но он был достаточно способным человеком, талантливым, не забываем, что он был сыном сухонного предпринимателя и судя по всему он к этому времени уже получил образование профессиональное, то есть он приехал, как написано в документе о принятии им присяги на кодос российского бестула, он был уже сухонным мастером. И поэтому он достаточно быстро поднялся у карьерной лестницы, так можно сказать. Сначала он был красивым мастером, потом он стал управляющим производством и в 1838 году решил основать по соседству с фабрикой врачевых собственную красивую мастерскую, которая сначала была совсем небольшая, там буквально было несколько человек рабочих, все работы производились вручную, занимались они тем, что обкрашивали ткани, которые поступали у других фабрикантов, но постепенно фабрика росла и потом превратилась в достаточно большое предприятие. Здесь рассказывается об истории этого места Михалкова. Первое документальное упоминание относилось с конца XVI века, в одной списочной книге упоминал Синцу Михалкова. И в середине XVII века это было умение князей Дашкова. На фотографии показано последнюю владельцу из рода Дашкова, князь Михаил Иванович Дашков, который прожил очень короткую жизнь, но яркую. Умер он, когда ему было всего лишь 28 лет, но он успел участвовать в дворцовом перевороте, когда власти приходила Екатерина II, был он посланником в Польше, где и умер. И больше он известен в нашей истории как муж Екатерины Романовны Дашковой, всем известным. И видно первую карту Михалкова, это план 1761 года, когда проводилось генеральное межребание, видно, что из себя это имение представляло. Тогда большую часть имения занимал лес, была также башня. От современного порадного двора усадьбы был тогда только главный дом, который был деревянным, и до наших дней он не дошел. Но вот видно такой прямоугольник, это был плодовый сад, разбитый при Дашковом, и два труда были выкупаны для решения этого сада. Впоследствии эти пруды сохранились до наших дней, впоследствии они были превращены в паскарные пруды. И видно также часть, показывает большой главенский пруд, то есть тогда он был таким маленьким, плотина еще не было, которое превратило его в достаточно большой водоем, современный. Следующим владельцем после Дашковых был известный генерал Эдр Иванович Панин, который тоже сыграл большую роль в истории России, военной истории России. Как сам он писал о себе, ему принадлежит заслуга во время Турецкой войны покорения крепости Бендеры, и также ему принадлежит заслуга усмирения Павачевского города. Вот это две его военные заслуги, которые он считал основными в своей жизни. Петр Иванович покупает усадьбу в Дашковых, и именно при нем она приобрела тот вид, который сохранился и до наших дней. Вот показано на плане планировка парка, планировка парка сохранилась, сейчас сохранились пруды, сохранились каскадные пруды, пруды Головецкие, и по мнению исследователей этой усадьбы постройки были созданы по проекту известного всем архитектора Василия Ивановича Боржинова. Но в 1860 году часть этой усадьбы покупает Василий Иванович Ергиш. Конечно, он покупает не у Панина, после смерти Петра Ивановича Панина усадьба досталась его сыну, который ее продал. И вот сменилось несколько владельцев, последние владельцы были Грачевы, те самые купцы, у которых Ергиш работал на сельцевой фабрике. И он купил у них часть усадьбы, как было записано в купче, и вторую часть сельца Михалкова. в плане показано цифры 2. То есть территория, где располагалась фабрика, часть пруда, часть леса, это перешло во владение ее виши. потом впоследствии его потомки купили уже всю эту усадьбу. Ухожу я вам картинки вот этого усадьба. Кто не был, обязательно посетите. Очень интересно, вот эти башни центральных ворот как раз попадается подъездная аллеля и попадаете на парадный двор, где продолжается проходить аллеля интересная. Вот это уже внутри это один из флигелей сохранившихся. Центральный дом у себя не сохранился, потому что он был деревянный, он до наших не дошел, но сохранились вот такие замечательные флигели. Вот это с внешней стороны тот же самый флигель с внешней стороны и участок стены, который сохранился. И тот же участок с внутренней стороны и здесь интересно, мы можем увидеть, реставраторы оставили там подлинный участок стены постройки по проекту пожарной. Ну видно, он по цвету отличается, по более старым. Вот. Это одна из беседок Ротонда на берегу Большого Главинского пруда, всего их две в парке, обе сохранились до наших дней, можно их видеть, и та же самая беседка со стороны каскадного пруда. Вот этот вид, к сожалению, сейчас не существует. Эта фотография была сделана в 2004 году, сейчас беседка очень сильно заросла, к сожалению, и вот так ее сфотографировать уже нельзя. Но будем надеяться, что ее со временем придет в порядок, отрескопировать, и она будет опять представить во всей своей красе. Ну, это золотая осень, Михалкова красива во все времена года, особенно золотую осень, я вам советую там побывать, это вот тоже парады двое усадьбы и один из выгодов блаженностей. Ну, вернемся к фабрике, как я уже сказала, она была основана в 1738 году, а уже в 43-м году, всего через 7 лет после существования своего, Йогиш впервые участвовал в Российской Выставке Мороково-Фантомных изделий. И вот здесь приведена выдержка из указателей экспонентов этой выставки, мы можем увидеть, что он там представлял, 4 куска сутна ценой от 2 до 3 рублей с ревом. И написано, что на тот момент уже на фабрике рабочего народа 100 человек и отделывается до 3 тысяч половинных сутна, то есть всего за 7 лет существования фабрика вот так вот выросла от 5 человек рабочих до 100. И она была одной из крупнейших в московском уезде и даже в московской губернии. То есть она входила в пятерку предприятий по некоторым показателям. Ну вот интересно прочитать один из документов исторических, это сборник статистических сведений по московской губернии, который был издан в 1883 году. Вот написано следующее про фабрики про фабрику Югиша. Первые фабрики для отделки сутна в московском уезде по всей вероятности были устроены в 30-х годах. Между ними находилась существующая и теперь сухонная фабрика Югиша при сельце Михалково Всесвятской Волости, основанная в 1738 году и доведшая свое производство до весьма значительных размеров. Следующий момент интересный в истории фабрики она сначала была основана как сокно-отделочная то есть ей выступали ткани от других фабрикатов и производилась только отделка сутна. Но в 1851 году все другие предприниматели я просто вам зачитаю выдержку это выдержка и спрошение Югиша на имя московского генерал-губернатора Заклицкого о разрешении переоборудовать фабрику уже устроить на ней предельные аппараты и ткацкие пишет он следующее что как в настоящее время главные дарвальцы завели собственную отделку сухон и потому производство на моей фабрике должно остановиться не желая прекратить совершенно производство через которое я был не без пользы для России решаясь на фабрике моей половины отделочного устроить предельных аппаратов с надлежащими ткацками безуконного изделия ставки вот из этой цитаты вы понимаете почему книга названа не без пользы для России это цитата из главного героя что было очень важно для России что на тот момент наше государство российское поощряло развитие отечественной сухонной промышленности почему во-первых сухно это ткань для армейского обмундирования и еще с времен Петра I Петр I написал указ чтобы российскую армию одеть не в заграничное мудир а в мудир российского производства и с тех пор фабрики сначала они создавались сухонной для казенных ножек именно для снабжения армии но потом уже с начала 19 века в 20-е годы 19 века они стали удовлетворять нужное и гражданскому населению сухно это что это шестяные ткани которые нужны не только для армии но для всех слоев чиновников которым по положению положено носить мудир но фабрика йогиши она отличалась тем что она производила не только сухно но производила достаточно много тонких шестяных тканей которые могли использоваться и просто для каких-то других целей для пошива одежды на этой самой выставке о которой я говорила в 1743 году фабрика была отмечена большой серебряной медалью за превосходную отделку хорошего красного судна дальше она регулярно участвовала во всех выставках и регулярно получала награды и во всех документах отмечалось что фабрика принадлежит к числу первенствующих в московской губернии всем роде сведений и также отмечалось что всем по фабрике без постороннего посредства заведуются владельцы это выдержка из следующей выставки с в 1853 году когда фабрика уже стала предприятием полного цикла производилась не только отделка но выпускались не собственные ткани была получена большая серебряная медаль на выставке мунифактурных изделий Российской империи Царства Польского или Дняжества Финянского в Москве в 61 году уже фабрика была достойна малой золотой медали на Петербургской выставке русской мунифактурной промышленности отмечалось что на всей фабрике вырабатываются разного рода тонкие сокна из окнообразной материи из тонкой шерсти которая по достоинству своему весьма известна в торговле особенности под тщательной и отличной их отделки по устройству своему фабрикой это относится в число лучших средних размеров сокнопроизводительных средин в московской губернии так как на ней изделия выделяются все лучшие и усовершенствованные машины но вот из этого отрывка ясно чем отличалась фабрика она всегда отличалась именно качеством своих тканей а почему потому что Йокиш всегда следил за новинками отрасли и он всегда старался на фабрике применять самое совершенное на тот момент оборудование в 1863 году он получил вместе со всей своей семьей звание потом своих почетных граждан предприятия в 1865 году уже предприятие получило первую высшую награду для промышленных предприятий того времени это право употребляет на своих вывесках и изделиях изображения государственного герба российской империи фабрики приведена здесь выдержка из отзывов экспертов о том что фабрика по своему устройству и обширности производства занимает в ряду наших сухойных фабрик видное место до середины 60-х годов Василий Иванович сам руководил своей фабрикой но потом стали подрастать его сыновья о семье я скажу позже у него было семеро детей три дочери и четверо сыновей и вот в 67-м году когда старшие сыновья уже достигли совершеннолетия и получили образование профессиональное они вместе с отцом создали торговый дом Василий Иванович сыновья но предприятие получало продолжало получать награды на всех выставках в которых она участвовала вот в этом 60-м году уже был присужден предприятию почетный возок семейной парижской выставки а в 70-м году золотая медаль на все полезное для ношения на шеи на всероссийском инфактурном выставке в Санкт-Петербурге и как раз на этой отмечалось что самые тонкие сокна изготовляются только всего лишь немногими фабриками в России несмотря на то что уже был конец 19-го века тем не менее очень немногие фабрики российские могли конкурировать с зарубежными тканями и отмечала что замечательными типами этого трудного производства была как раз фабрика господина Югерша с сыновьями в селе Михалково и с Москвой в 1878 году было образован товарищество сухонной инфактуры Югерша и товарищество было еще дважды удостойно высшей награды за совершенное по качеству изготовление сухон и при значительных размерах производства в 1882 году и в 1896 году таким образом фабрика получила право трижды отмечать свои изделия и документы кирпами российской пыли то есть три орла товарищеской Югерш и эти же три орла красовались на воротах при езде на территории пыли ну нужно сказать что как это было принято среди российских предпринимателей так и Югерши занимались бухгалитной деятельностью но например они дали взнос на строительство каменной церкви святителя Николая в Старом Коптере которая была заложена в 1907 году но сначала она строилась на небольшие средства местных тачников и строительство затянулось в 1915 годах удалось ее продвинуть потому что товарищество ее дождало достаточно большую потенную финансу к сожалению церковь это из-за того что в то время сначала была война потом революция ее так и не удалось расстроить а в конце 20-х годов это здание было разрушено до наших дней это церкви к сожалению не нашла но также оказывалась благотворительная помощь казахскому главинскому монастырю это монастырь который находился неподалеку от Михалкова оказывалась благотворительная помощь феноменовического ветрацкой церкви Петра Павла в Москве храмов всех святых в селе всех связков это ближайшая дура Михалкова Михалкова села и она относилась к приходу села всех связков поддерживаются также в современном комиссиарском техническом училище сейчас университет машиностроения там была учреждена стипендия имени Александра Васильевича это второй сын Василий Иванович поддерживалась также школа пачигаров мужское училище при левомертической второценной церкви и оказалась согласовская помощь на издание адреса фактуру правительства восходства пудрения в разочном со всеми страны вот показан здесь план того самого храма святителя Николая старом помните вы можете посмотреть какая грандиозная задуманность задуманность здания это оно почти уже предостроено но до наших дней к сожалению оно не пришло производились отчисления в пользу голодающих с властным призванным инвестиционной службы обществом причине от этих сротах в годы первой мировой войны производились пожертвования военные нужды на помощь военнопленным и при фабрике содержался лазарет на раненых головах начислялись также средства для лаги и выплачиваем способия семьям рабочих и служащих которые были призваны на лагерин после покупки усадьбы Михалкова нужно сказать что семья не сделала эту усадьбу достоянием только своих собственных но на основе этой усадьбы был создан социальный комплекс для рабочих и служащих в одном из флигелей помещалась заводская больница для рабочих и в другом флигеле была устроена школа для детей рабочих для директора фабрики на тот момент был сам Василий Иванович директор был построен дом показана фотография начала 20-х годов и современная фотография и для строительства дома был приглашен известный архитектор в Москве Александр Степанович Калининский дом сохранился он сейчас является объектом культурного наследия города Москвы объектом культурного наследия регионального значения находится он за пределами парка но в той же самой зоне где были устроены и дома для рабочих в 1863 году был построен главный фабричный корпус вот видно фотографии этого корпуса начала 20-го века и фотографии через 100 лет 38-го года и 12-го года до того как началась его реконструкция сейчас если вы знаете территория фабрики само предприятие прекратило свое существование как фабрика в 11-м году к сожалению до 11-го года оно существовало и продолжало работать продолжало воскрепить фабрики но в 12-м году современные владельцы решили что развивать производство невыгодно они сначала сдавали помещение фабрики просто для каких-то ориентаторов началась реконструкция фабричных зданий под сварный лофт-панк но она сейчас не закончена то есть это все в стадии реагнозации вопроса вот на плане 19-го века немножко можно увидеть где размещалась сама фабрика где помещался дом юкиша и в Головинском прудах были построены дома для рабочих то есть там создан целый городок социальный который включал дома для рабочих также больницу школу родильный прием был свой театр на фабрике была артельная кухня у рабочих которая замкнулась закупкой подовольствия в Москве и рабочие могли там же импетанции на фабрике ну была конечно своя баня была врачечная в общем все все необходимое все все социальные объекты там присутствовали и нужно отметить что когда санитарные инспекторы проводили обследование фабрики отмечалось что фабрика это фабрика заслужила достаточно высокой оценки даже такого строго санитарного врача который был известен своими взглядами и рисканом писал своем отчете что фабрика это отличается достаточно положительно хорошим условием для содержания рабочих интересно сравнить вот здесь слева показана картина художника Якова Федоровича Шаршала фабрика в 1914 году написана и примерно с того же места сняты современные фотографии вот можно посмотреть примерно эти же дома сейчас сохранились но в конце 20-х годов они были настроены еще двумя этажами тогда они были трех этажами почему Шаршал не писал картину он в 1914 году жил на этой фабрике потому что он был женат на точле управляющего это фотографии сняты в цехах фабрики в 2000 году это уже тоже история потому что уже ничего этого нет все эти стомки были вырезаны видно также что тогда на фабрике был магазин в котором продавались парни куда ездили со всей Москвы но к сожалению сейчас этого ничего нет и эта фотография была сделана пятой зимой на территории фабрики установлен такой монумент в память о рабочих которые погибли в годы в годы Великой Отечественной войны и мы с бывшими работницами этой фабрики возложили литки в память о рабочих и вот вы можете посмотреть то есть это женщины которые на этой фабрике когда-то работали ну вот и видно что что там сейчас происходит то есть все на пол застроитель написал теперь я расскажу немножко про аналогию значит видно Василий Иванович Йокиш был жена Анне Ивановне Василий Иванович У Анны Василий Иванович Кузнецова было шестеро детей старшая дочка Наталья Васильевна Кузнецова это моя бабушка некоторые фотографии из семейного архива это Анна Ивановна Йокиш справа со своей внучкой Анной Васильевной Кузнецовой моей правабушкой которые сделаны на одной из ареев в парке это Вера Петровна Беляева жена Василия Васильевича Йокиша старшего сына и их дочери Анна Васильевна и Вера Васильевна и внуки Йокиша Василия Васильевича Йокиша дети Анны Васильевны которые дожили до взрослого возраста было шестеро детей но двое умерло в молодежистве вот справа вверху Наталья Васильевна моя бабушка умерло две сестры и брат и вот тоже интересная фотография это дети сфотографированы Михалкова в парке в саду перед домом и на дальнем плане видна одна из башен близных пород которые которые вам показывали которые была построена и фотография внутри дома девочка в белом платье и на левой фотографии высокая девочка это как раз есть Наталья Васильевна моя бабушка она в Михалкову родилась в прошлом году ей исполнилось 120 лет родилась она в Михалкову в том самом доме который я показывала так что вся жизнь в семье была с Михалковым связана и интересна еще другая ветвь этой семьи это старшая сестра Велика Петровна Юргерш Софья Петровна она была замужем за Владимира Карловича Фергангом который был одним из основателей Михалкова но расскажу я еще о втором сыне это Александр Васильевич Юргерш он был директором распорядительного товариства Юргерш дольше всех из сыновей Василия Ивановича с 1897 по 14 год до своей смерти он был властом Московской городской думы то есть депутатом был также кандидатом и выборным Московского биржевого общества и выборным купеческого общества и интересный такой документ удалось найти это клятвенное обещание которое давали гласные московцы городской думы после их избрания и вот под этим клятвенным обещанием во втором столбце четвертая сверху подпись как раз принесет Александр Васильевич Юргерш депутатом и вот такие интересные книги можно найти в архивах и он за свою деятельность удостоился тоже нескольких наград например у отец Станислава во внимание к отлично усердной и полезной его деятельности заключавшейся в постоянных заботах о расширении совершенствования производства являющимся одним из старейших москведов и также темно-брозовые медали в памяти коронования Александра Третьего немножко скажу о некрополе семьи основной некрополь располагался в Казанском Головинском монастыре это монастырь который располагался недалеко от Михалкова и который к сожалению в дом наш отмени не дошел там сохранилась всего лишь одна единственная колокольня всего монастыря у меня в книге есть фотография презентацию я к сожалению не включила ну вот один из храмов этого монастыря вот такой там было четыре храма два из них каменных два деревянных вот такой был замечательный храм это все было разрушено и вот до нашей дни сохранилась колокольня ее можно увидеть то есть она сейчас находится во дворе живого комплекса и там же располагалось достаточно большое кладбище при монастыре на котором было похоронено как минимум шесть представителей семьи Юкиш был похоронен там старший сын Василий Васильевич там же второй сын Александр Васильевич младший сын Иван Васильевич и его жена в Ростове Иванова Юкиш и также вот две дочери Анны Васильевны Кузнецовой и те которые умерли на девчатстве все эти могилы располагались в Казахско-Главянском монастыре к сожалению кладбище было уничтожено то кладбище кладбище которое существует сейчас оно современное очень послевоенное и ничего общего с тем старым кладбище не имеет но по счастью сохранился другой некрополь семьи на Веденском кладбище в Москве такой замечательный памятник существует на 15 участке памятник работы мастерской Павлова и здесь похоронено четыре представителя семьи это сам Вильгель Юкиш его жена Анна Ивановна их дочка Елизавета Васильевна и ее муж Карла Андреас Ципсер но чтобы на такой печальной ноте не заканчивать я вам немножко расскажу о потомках которые живут в Москве и не только в Москве сейчас вернемся сейчас на логическую древу древнюю о нашей ветре я уже сказала Василий Васильевич Юкиш старший сын можно мышкой показывать наверное две дочери фамилия Юкиш ушла потому что обе были девочки обе вышли замуж наша прабабушка стала Кузнецова и Вера Васильевна Юкиш также вышла замуж сначала она была врачом потом Васильевна у Александра Васильевича о котором я рассказывала который был в Москве в городской доме у него детей не было своей семьи не было и после ранней смерти Василия умер он в 1897 году и когда дети еще были маленькие Александр Васильевич взял на себя заботу о детях старшего брата старшая дочка была Юлия Васильевна вот мне не удалось установить судьбу ее и ее семье я знаю что у нее было она была замужем было у нее 5 детей и на момент революции она была жива она была последним представителем семьи Юкиш в правлении мануфактуры но вот дальше судьба ее теряется может быть как-то удастся найти ее родственников благодаря презентации благодаря фамилии Юлия Васильевна Форрот по мужу Федор Васильевич Юкиш он был женат но потомков неизвестно были ли у него дети потомков мне так же найти не удалось Елизавета Васильевна вышла замуж за Карла Андреаса Ципсера кто такой Карл Андреас Ципсер это тоже был предприниматель сухонщик он основал сухонную фабрику Вовантеевки которую может быть вы все знаете как фабрика Владимира Лыжина просто дело в том что Карл Андреас он был основателем этой фабрики но он очень рано умер ему не было 40 век и после его смерти фабрика была Лыжином продана и она уже вышла вошла в извест нашу историю как фабрика Лыжин также было у них шестеро детей и дети принимали участие в управлении произнесла и потомки Ципсеров в Москве живут Младшая дочка Мария Васильевна она вышла замуж за Карла Штефка Штефка эта семья происходит из Австрии и несколько представителей семьи приехали в Павловский посад там было основано имя платочно номерная фабрика тут тоже достаточно известная и удалось найти потомков этой семьи родственников мужа Марии Васильевне в Австрии они сейчас проживают в Вене это достаточно большая семья там очень очень много детей и сомнением из них мы поддерживаем отношения и младший сын Иван Васильевич также он был женат его жена Прасковья Ивановна урожденная Синвестрова и Йокиш она была поэтессой ее стихи публиковались в газетах вот у меня в книге приведена копия ее поэмы уже можно будет посмотреть почитать вот в такой газете в Ковниче она публиковалась я прочитаю да вот это стихотворение которое было посвящено Москве люблю тебя Москва родная любви я этой не стыжусь я седемой твоей горжусь твое значение сознавая имею я на то причины что милы мне твои морщины пускай история страницы правдивы скажут о тебе утонут знаю в похвальбе веков пройденных Ленинцы вот Ода Москве да но у нее много интересных стихов можно можно почитать ну вот в данном случае это со страницы журнала Ковниче он в библиотеке есть в исторической Ленинской можно это прочитать вот но по нашим сведениям у них детей не было у Ивана и Таска Ивана то есть вот получается что всего несколько леточек от семьи сохранилось и семья фамилия фамилия Йокиш к сожалению ушла то есть потом фамилия Йокиш она пока имели неизвестна но должна вам сказать что некоторое время назад мне написала женщина из Харькова фамилия Йокиш она в замужестве Йокиш а муж ее Адольф Йокиш и вот они утверждают что они потоки Ивана ну вот не знаю документов у них не сохранилось то есть поскольку фамилия достаточно редкая для России я думаю что да это какие-то родственников какая-то редкая но по нашим сведениям у Иванов сутки детей не было не знаю может быть какие-то племянники я думаю что это еще предстоит в будущем и становится наверное я на это могу заботчить если какие-то есть вопросы спасибо вам большое за интересный рассказ есть вопросы вы сказали что у Михалкова были еще а да спасибо что вы сказали да действительно и вот на тот момент когда была основана мануфактура товарища сукона мануфактура Йокиш в 1778 году в ее состав входила во-первых фабрика Михалкова и вторая фабрика была Гаврилкова Гаврилкова это сейчас тоже находится на территории Москвы но к сожалению от этой фабрики ничего не осталось мы когда обследовали эту территорию в 2012 году там уже сносили последнее строение то есть фабрики было две основная фабрика была Михалкова где проводилось прядение пряжи производство тканей а потом ткань отправляли на фабрику Гаврилкова там была промывка и отделка и потом возвращалась уже для окончательной прядки возвращалась опять Михалкова у меня тоже вопрос может да а вот большая часть фабрик независимо от того чем вы занимались в 2018 году претерпели национализацию а что случалось с фабрикой йогиш да спасибо вам на вопрос я об этом хотела сказать но забыла конечно да фабрика йогиш в 1918 году она была национализирована и почему одна из целей написания моей книги была возвращение вот этой самой фамилии которая когда-то была очень известна в России фабрика славилась она не только в Москве была известна но она имела представительство по всей России и она входила в число она занимала по основному капиталу 13 место в Российской империи по числу Велитюна она была на 9 месте в Российской империи это была очень известная фабрика и это название товарищ с иконной маркопатурой йогиш до революции было очень известно в 1918 году фабрику национализировали и фабрику переименовали она получила имя рабочего Петра Алексеева может быть вы эту фабрику как раз знаете как Московская тонко-сиконная фабрика имени Петра Алексеева вот под этим именем она существовала весь советский период и постсоветский период и как раз ткани этой фабрики очень были известны они продолжали традиции своего основателя также они участвовали во многих выставках в том числе за рубежом знаю что в Германии они участвовали и в Германии так же поставлялась традиция фабрика была замечательной но вот к сожалению только до 2011 года она дожила но все-таки достаточно большая история и был музей на фабрике в тот момент там была отражена и дореволюционная история и советская и военная потому что я показывала памятник погибшим рабочим рабочие участвовали конечно в первой мировой войне и в Великой Отечественной войне а вам не удалось в музей взять хоть какие-нибудь экспонаты как представители семьи я на фабрику первый раз попала в 90-е годы да я приехала представилась потомкам меня провели в этот музей но к сожалению музей уже на тот момент не существовал экспонаты были сложены в комнате профсоюза просто они там лежали уже просто складированы да мне подарили некоторые фотографии которые у меня были за ненадомсть в книжке эти фотографии были в месяц но к сожалению уже как-то как-то этот музей почему-то оказался на фабрике очень жарко какая судьба этому музея вот неизвестно да понимаете да неизвестно видимо пропала потому что может пойти еще спросить фабрики больше нет фабрики больше нет когда ее закрывали часть станков была вывезена в Куповну потому что сначала фабрика Югеш она не Югеш извините фабрика имени Петра Алексеева объединилась с Купалевской фабрикой они сначала это был единый владелец они существовали как единое предел и когда фабрику Михалкова закрыли станки были вывезены туда частично и частично туда что-то из музея было тоже вывезено но современный директор он не соглашается ничего давать мы пытались с ним говорить что там конкретно сохранилось я не знаю там я знаю что у них стоял например деревянный станок еще который сохранился девнадцатого века современного дыши куда этот станок пропал не успели мы его взять жалко да может я говорю мы я имею ввиду музея меценатов в данном случае конечно домой мы бы этот станок не взяли но в музее предпринимателей меценатов благотворителей можно было бы этот станок взять но вот если он еще существует если наши трансляции услышат представители руководства администрации фабрики может быть они смогут этот станок в музей передать сейчас насколько я знаю сейчас музея никакого нет а вот существуют ли какие-то предания объяснения почему семья Юрь еще не поселилась в усадьбе поминской ведь это такое красивое замкнутое пространство рядом рот а они там устроили больницу а сами поселились около халковской улицы ну почему так исторически сложилось я могу сказать потому что я показывала ту часть усадьбы которую Юриш купил изначально та вторая часть социальной халкова то есть что такое вторая часть социальной халкова это та территория на которой скаловалась фабрика фабрика была основана в 1898 году как я сказала а усадьбу он купил в 60-м то есть до этого фабрика располагалась на земле врачевых и там же они и жили потом в 60-м году он купил часть усадьбы и что это за часть усадьбы это один из фигелей и две башни по одной башне из пары центральных ворот и пары западных ворот собственно в этом фигеле они строили помещение сначала был куплен один фигель и там половина фигеля была больница для рабочих половина было училище а для своей семьи был построен отдельный дом в самом деле вот может быть такое объяснение что была куплена только часть усадьбы и на тот момент уже главный усадебный дом не существовал я сказала что он деревянный и в 19 веке он разрушил то есть остались только фигели и в тех фигелях которые сохранились там же и Грачевы да и насчет Грачевы там промелькнула фамилия Грачевы свежими это потомки Грачевых родственники по браку по браку одного из потомков вы назвали фамилии Грачевы нет это фамилия очень распространенная фамилия Грачевы было насколько я знаю шесть купеческих семей которые не были между собой родственник я просто почему так говорю что я как раз потомков этих Грачевых за которым была замужна Андрея Грачевых за которым была замужна Вера Васильевна Юркиш рожденная мне удалось познакомиться с его потомком и он говорил что это другие Грачевы он занимался исследованием своей родословной и никакого отношения к Грачевым к которым принадлежала сикцевая фабрика они не имели наверное два слова я скажу о Грачевых которых принадлежала сикцевая фабрика у которых работал Юркиш кто такие эти Грачевы это это бывшие крепостные графа Шереметьева которые еще будучи крепостными владели системно-факторами в Иваново и в Москве и Ефим Иванович Крачев он был одним из первых крепостных которому удалось выкупиться сикцевой вареной на волю 130 тысяч рублей ему пришлось заплатить за свою воду и пришлось отдать фабрики сикцевую вареную и также пришлось их выкупить еще за 100 тысяч рублей можете себе представить ну и потом они уже прибыли когда освободились на волю они прибыли в московское купечество и купили фабрику на тот момент в Михалково уже вылазится фабрика они ее купили в начале 19-го века и вот именно на эту фабрику Крачев поступил работать приехавшим в Россию на селе и он уже знал это производство или здесь обучается он знал производство да я говорила он был сыном суконного фабриканта то есть его семья уже занималась суконным производством они сначала жили в Мезерец Мезерец это ведь не просто такой город в Бранденбурге он на тот момент когда там жила семья Юкиш он был центром европейской торговли сукон известный такой факт и потом они переселились в Сдерж Лодзинское воеводство Лодз тоже известный своим текстильным производством суконным производством то есть отец Вильгельма Василия Ивановича он занимался суконным производством и Василий Иванович он получил образование то есть он приехал в Россию уже будучи суконным мастером ну видимо он работал на фабрике родца сначала потом просто он поехал искать свою судьбу в России расскажите пожалуйста как пережила именно вот ваша семья будет революцией вот это вот как йорк еще пережили фабрика была национализирована фабрика была национализирована да там уже сам основатель Вильгель он умер в 1887 году то есть революцией не дожил его сыновья тоже не дожили Василий Васильевич в 1897 году Александр в 14 последним представителем была Юлия но вот я уже сказала что мне к сожалению ее судьба неизвестна не удалось найти что случилось так как-то получается такой разрыв Юрия потом вдруг раз фабрика Петра Алексеева и семья где-то в этот момент потерялась ну семья где-то в этот момент жила да то есть фабрика уже на тот момент я не начала хотите небольшое дополнение которое вы скорее в архивах найдете относительно Юлии я не знаю вы найдете это или нет но то что фабрика после революции была достаточно хорошим счету продолжала основаться говорит тот факт что вот знаете там рабочий клуб который сейчас свидетели его бы занимают это первый рабочий клуб в Москве построенный в стиле конструктивизма я сейчас не помню по-моему что-то не ищусь в Весненном в Кире в Весненном ну достаточно известным архитектором там была тоже вибри в том же стиле может там где-то что-то сможете найти то есть ясно она где-то там фабрица стоит нет к сожалению я советским периодом фабрики занималась и у меня в книжке отдельный раздел посвящен да фабрика но я кратко сказала да она была очень известна то есть после того как она была национализирована в восемнадцатом году она первые два года простояла без движения почему потому что не было топлива сырье было заготовлено а топлива не было и потом также она потеряла достаточно много своих полицированных рабочих но потом постепенно рабочие запросили разрешение на вырубку деревьев то есть они заготавливали дрова то есть фабрика сначала на дровах работала и где-то с 20-го года продолжила свою работу потом в 20-е годы была начата модернизация был построен новый заводский корпус были настроены домами рабочих был в конце 20-х да вы совершенно правильно сказали построен клуб архитектором Весниным сейчас в 80-е годы он был перестроен то есть там от того конструктивизма уже практически ничего не осталось и да в 90-е годы тогдашняя руководство фабрики просто его продала это сектор 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 свидетелей гуны в которой этот клуб до сих пор принадлежит к сожалению да местная администрация пытается как-то этот клуб вернуть но пока ничего не отличается в основном то что сектор свидетелей гуна в России запрещена они как-то себя переименовали по другому называются продолжать им принадлежать да и фабрика да в 20-е годы была начата реконструкция ее да потом помешала война Великой Отечественной но после после войны продолжалась продолжалась реконструкция и фабрика она на всем протяжении своей истории вот как традиционной так и советской уже и постпостсоветской она всегда была одним из передовых производств да совершенно правильно сказали и она славилась она была наверное одним из ведущих московских текстильных предприятий наверное можно даже так сказать относительно церкви свидетель Николая вы знаете на каком месте она находилась да поведом все это самое в Куптево на этом месте сейчас я знаю то место да точно где-то где-то церковь но ты сейчас почему нет просто поскольку я так с детства интересуюсь а наша семья живет примерно с того времени когда до поля побор построили и у старшего поколения спрашивала где что вот церковь и называли фамилию деньги украли в семнадцатом году когда сказали что церковь не нужна вот называли фамилию человека который должен был этим всем заниматься вот из места то ли он должен был быть старостой церковным то ли еще что подчеркать деньги на запрещение строительства церкви будем прородены в семнадцатом восемнадцатом году но тем не менее церковь она все-таки была достроена насколько я знаю но вот не успели ее осветить или осветили вот я слышала что ее осветили малым чином и в конце двадцатых годов она была полностью разрушена то есть до наших дней не сохранилось ничего я была на том месте я знала где она стояла совсем ничего ну вообще строительство по внешнему кольцу Москвы этих самых фактов было достаточно распространено тоже название Коптева опять-таки я спрашивала старого поколения почему Коптева да говорят был вонючий салатопеленный заводик я так его смотрела все крайне как раз в Кузьминских князей всех связок вот вероятно они тоже подрабатывают таким образом почему сейчас район название Коптева это конечно закат да и раз вы упомянули Дикторию Хамбуре то тоже я об этом не сказала в презентационной книжке у меня об этом написано что собственно произошло с усадовой да ну вот вторую часть сельца Михалкова Йогиш купил в 1860 году потом уже после его смерти в 89-м году товарищество Йогиш купило еще часть усадовой потом еще часть но потом в начале 20-го века началось строительство Московской окружной дороги и часть земли было отчуждено да и как раз Диктория Хамбуре построена на той территории которая когда-то принадлежала к усадьбе и принадлежал к товариществу Йогиш и сейчас ну вы знаете да те кто там живет то знают что сейчас уже совсем вплотную усадебу к парку подошли дома то есть жилищное строительство оно развивалось достаточно активно и сейчас территория усадьбы она когда-то занималась 159 гектаров а сейчас занимает на 100 гектаров меньше но тем не менее это такой замечательный островок такой оазис можно сказать уже сейчас в центре Москвы почти там очень-очень конечно привольно там даже пока еще остались штук 10 ябл там даже остались штук 10 300-летних дубов я бы сказала в парке что тоже очень конечно интересно дубы и там даже установлена такая плита мраморная местным кривическим обществом что это мое первое пособие я решила что на себя не украдить не надо надо зарабатывать деньги на котором написано что эти дубы помнят еще княгиню Дашкову и графа Панина так что вообще этот район очень конечно интересный я сегодня кратко вам рассказала но я про Михалкова могу говорить часами а можно еще вопрос вот Грачевых был особняк в Москве на Кварской есть особняк Грачевых и норвежское посольство но вот это надо разбираться я тоже текст те же те же грачевы тот же Грачев тот же Грачев ну вот я спросила может было 6 семей Грачевых 6 семей которые не были между собой родственниками я генеалогией Грачев специально не занималась поэтому если сами Грачевы говорят что они неросвые значит кому именно принадлежал особняк я просто у них было свое производство почему же они уехали в Москву нет кто уехал но отец у него занимался уже производством это было про кого было работников ну сам Василий нет Василий не уехал в Москву он когда приехал в Россию он просто он сначала жил в Москве работал у Михалкова и потом он туда переселился мы же не уехали они жили у Михалкова или Вы говорите о Сынии ну о Сынии ну вот как они из Германии попали на Сынии я еще хочу уточнить если у них было свое производство свое производство было в Польше да это было достаточно распространено в тот момент что большие были большие были семьи не всем хватало на родине применения для своего таланта и они просто переселялись ну то есть сначала они переехали из Пуссии переехали в СГЕШ почему они переехали в СГЕШ потому что в 20-е годы поисковое правительство привлекало фабрикантов сухонщиков чтобы развивать свою собственную промышленность и поэтому многие немецкие фабриканты они приезжали просто в СГЕШ там основывали предприятия давать львоты какие-то налоговые это было выгодно и точно так же в 30-м году в 1830-м году в Польше случилось восстание за независимость и поэтому фабриканты сухонщики немецкого происхождения а восстание оно своим следствием имело закрытие таможенной границы с Россией они производили продукцию там в Польше но выставляли в Россию и на тот момент им стало невыгодно поставлять продукцию в Россию потому что повысились таможенную пушину поэтому они поехали в Россию чтобы уже здесь непосредственно производить тоже российское правительство привлекало сухонщиков для развития промышленности и здесь просто было выгодно Искать надо там, где выгодно. Поэтому он переехал. Значит, у него просто не было там возможности применить какие-то свои способности, а в России тогда была потребность с убойщиком. Но он не сразу основал собственную фабрику, потому что у него не было средств. Он приехал, он был молодой человек, с домом поступил работать. И вот с 32 года 6 лет он работал, чтобы скопить какой-то начальный капитал. И фабрика эта сначала была достаточно скромных размеров. Там был один медный котел. И вот это очень подробно написано в воспоминаниях рабочих в фабрике Петроэкси. Был медный котел. Двое рабочих вертели там. Вау. Вау, да, совершенно точно. Вот то есть все это было сначала ручной, там очень мало. Потом постепенно у него было все больше заказов. Чем больше заказов, тем больше можно было вкладывать на развитие производства. И вот уже за 7 лет стала достаточно большая фабрика, вот я приводила статистические данные, уже стало 100 человек рабочих, уже появились первые машины. Вот. Все, что он зарабатывал, он в основном старался вкладывать в развитие производства. То есть вот во всех документах, я вам их зачитывала некоторые, во всех документах, которые сохранились в канцелярии московской, отмечается, что он постоянно прилагал старания к усовершенствованию производства, усовершенствованию технологии. То есть он покупал каждый раз новое оборудование, и все время заменял усталевшие оборудования новыми. Вот эта фабрика отличалась, она отличалась качеством машин. И, соответственно, чем более качественные машины, более совершенно, тем более качественные ткани удается производить. Йогиш вот в 51-м году, когда он уже перепрофилировал фабрику на производство тканей, да, сначала она была отделочная, потом она производила ткани. Он поставил в том же году, одним из первых в московской губернии, он поставил паровую машину, потому что до этого в основном использовалась конная тяга, конные приводы. Но конные приводы, они не позволяли делать такие гладкие ткани, потому что, ну, конная тяга, она не дает вот такого, такого совершенного качества ткани. И паровая машина уже позволила механизировать производство. И фабрика Йогиша, она была одним из немногих предприятий, которых можно было назвать, вот это, я цитирую, как раз статистический отчет, одним из немногих предприятий, которых можно было назвать фабриками в истинном смысле слова, то есть, которые давали больше половины продукции на механических машинах, не на ручных тканях, а на механических. Это повышает и производительность труда, и повышает качество ткани. Можно производить более-более тонкие ткани. Это, как протолбление, в того, что мы сейчас рассказали, вы нам так замечательно охарактеризовали эту эпоху. Скажите, вы профессиональный историк? Нет, я профессиональный географ, работаю я на географическом факультете Московского университета, но история — это, можно сказать, моя копия. Да, и поэтому у меня книга называется «История географии», потому что география семьи мне очень близка, поскольку география достаточно все-таки обширная, вот от Германии, через Москву от Михалкова, и также Ивантиевка, Павловский фасад, Вена. Вот эти все-всеми стран связаны с семьей, и с разными веточками, с разными представителями. Мы обследовали это сами. Спасибо вам большое. Вы такую интересную привели на беседу. Теперь можно сказать, что география расширилась до Немецкой Слободы, потому что он же недалеко здесь похоронен. Очень примечательно, что у нас наша сегодняшняя встреча проходит именно в Немецкой Слободы. Да, и вставим фабрики. Какие вставим фабрики, да, я уже знаю, что это. И даже вставим фабрика. Да, и в 2015 году, да, и мы сглублено с 205 лет, то есть как раз очень примечательно. Вообще, прошлый год, 15-й, он был очень юбилеем для нашей семьи. Евгения Уековича исполнилось 205 лет, бабушке исполнилось 120 лет. Как я уже говорила, последняя представитель семьи, которая родилась именно с Эдиной Павлом. Марине Алексеевне сейчас уже 95 лет. 95 лет будет Марине Алексеевне. Да, и я хочу сказать, что на этой презентации, кроме меня, из потомков присутствует моя сестра, которая очень активно задает вопросы. Тоже вопрос. Семь лет. И присутствует мой сентрог. Вот там он скромненько в уголочке сидит, Юрий Владимирович, который, благодаря которому, такие замечательные иллюстрации в этой книге, потому что все обработанную старую фотографию сделал он. Буквально некоторые фотографии, они были в очень жалком состоянии. Он их буквально возродил из небытия. И также современные фотографии тоже. Часть современных фотографий были ниже отъемные. Но тогда коллективное спасибо. Так что у нас коллективный такой труп получился семье. И спасибо, конечно, библиотеке за приглашение. И спасибо всем слушателям, кто пришел сегодня. Всем, кто нас, может быть, слушает в интернете или еще услышит. Ира, спасибо. Спасибо. В дальнейшем успеху. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...